Дружеобломов Ты даешь простые рецепты какой-нибудь яичницы, макарон, еще что-нибудь, там, пасты, там, еще что-нибудь Вот, люди говорят, не-не-не-не-не-не-не, братан, братан, ну это что? Что ты тут снимаешь? Мы привыкли, что мы приходим к тебе, у тебя там раки, лобстеры, у тебя корейка-ягненка, у тебя мраморная говядинка Это что? Что это за быдло жрать, чувак? Какая картошка? Какое мясо? Чел, ну серьезно, это не серьезно, мы это посмотрим на других каналах Давай ты сделаешь какой-нибудь реальный деликатес То есть, сделаешь так, одни недовольны, сделаешь так, другие недовольны Поэтому придется все это дело перемежать Скоро грядет много мраморной говядины Много мраморной говядины грядет, скорее всего, даже на даче Вот, поэтому сейчас мы сделаем супер простой ремейк рецепта запеченной картошечки Запеченную картошечку я уже делал, но сейчас я постараюсь сделать ее еще круче, к тому же в 4К Спонсор сегодняшнего быдловыпуска шикарный канал с рецептами Бон аппетит, шикардосные рецепты, продублирую ссылку в описании Потому что мне говорят, типа, чувак, у тебя нет аннотации, ты тычешь сюда, а тут ничего нет Тут нет ничего не потому, что я не включил аннотацию, а потому что, блин, они у вас отключены Ладно, что-то у меня бомбит, рецепт еще даже не начался Бон аппетит, вот ссылка плюс в описании Начинаем готовить картофан Рецепт на самом деле чудовищно простой, многие наверняка его помнят Нам понадобятся большие картошечки Большие, это значит непродолговатые, большие Желательно, чтобы они были вот такие вот, как бы, круглые Нам понадобятся сливки, сливочное масло Дальше все идет по желанию Я взял вот такой вот шмат зеленого лука Я взял любой сыр Я не люблю, знаете, сорта сыра, которые типа горькие, очень хитрые сыры Я больше люблю вот такие сливочные, легкоплавкие сыры Также вы можете взять маринованные шампиньоны или свежие Мы зашли в магаз, там просто не было свежих шампиньонов Мы взяли в банке, хуже от этого не будет Любой из этих ингредиентов, пожалуй, кроме картошки Вы можете исключать А, ну да, еще нам понадобится куриное яйцо Ладно, самое первое, запекаем картошку Сейчас наша задача минимум Наша задача минимум Просто запечь вот эти картофелины практически до готовности Даже не практически, а до полной готовности Делать мы это, само собой, будем в духовке С самого начала их желательно присолить Да, только толку в этом никакого нет, если не смазать их маслицем Для того, чтобы соль более-менее прилипла к нашему картофану Смажем хорошим оливковым маслом За оливковое масло огромное спасибо Иберике Засылает нам вот такое вот на халяву маслице Очень вкусное масло Видите, такое в магазе, можно смело брать Оно не настолько дешевое, чтобы готовить в нем, как во фритюре Но, если вы, например, используете его в салате Вот это просто, вот это для салатов Зеленое для салатов А для жарки используйте желтое Вот, еще раз огромное им спасибо У нас-то все дело идет в духовке, поэтому мы используем желтое Буквально несколько капель, чисто, чтобы соль прилипла Буквально несколько капель Ох ты ж, какие у меня капли получились Ну ладно, этого количества масла хватит у нас на все картофелины Таким образом они практически Нет, еще капнул все-таки Такое маслице у нас обалденное Таким образом они у нас не подгорят Они не должны купаться в масле, ну вы поняли Они должны быть слегка вот так вот смазаны Оп, видите, соль к ним уже пристает Посыпаем чуть-чуть ради хрусткости Вот так И ставим Че это волосина? Отписка, если бы это была доставка, само собой Наверное, это моя волосина Ставим все это дело в духовку на, не знаю 160-170 градусов Ставим на час Ну по факту нам нужно их просто запечь То есть тыкайте зубочисткой, тыкайте ножиком И когда ножик или зубочистка нормально внутрь пролазит легко Значит они уже готовы Картофан у нас запекается Давайте подготовим всякое для начинения У нас тут есть шампики Вот такие вот, типа маринованные Возьмем по горсточке На 4 картофелины будет в самый раз Шампиньоны мы мелко-мелко порубим Да, маринованные шампиньоны резать Это, конечно, супер круто Но тем не менее нам нужно их порезать более-менее мелко Вообще маринованные шампиньоны почти то же самое, что свежие Только они немножко кисловатые такие И в них гораздо больше воды Сейчас мы их быренько-быренько обжарим сразу вместе с беконом Точнее мы обжарим их прямо на беконе В этих шампиньонах, друзья мои, воды больше, чем в вашем дипломе Бадум Бекон можете брать любой, который вам нравится Сырокопченый, вяленый, какой угодно Главное вот эти штучки мы у него так оп И вот так отдерем Ну потому что они будут в нашем картофане чувствоваться Такими упругими А нам нужно, чтобы все было супер-мега нежно Вообще, если вы любите бекон и всякие сырокопчености Чем мощнее будет вкус бекона Тем для вашего блюда будет лучше Ну, мы его крошим практически в труху вот так О, да, детка Бекон это мое любимое блюдо Вот И сейчас все это дело быренько обжарим Не волнуйтесь, это не очень большой объем Даже для всего лишь четырех картофелин Четверых? Я сказал четверых? Что за бред, блин? Четырех картофелин Потому что все это дело сильно ужарится Подтопим маленечко бекона Кладем его просто на сковородку Да, биологские сковородки никогда нас не подводят Ну, это пиар-отписка, все дела Видите, он уже начал плавиться Сковородка становится жирной Как поезд пассажирный А, чуть-чуть подвытопилось Теперь добавляем сюда шампиньончики Наши грибасы Ну и минуточки три-четыре Пообжариваем, повытапливаем влагу Наш картофан готов Он стал вот такой вот сухой снаружи Такой хрустящий снаружи И если мы можем сделать вот так То есть мы можем взять какой-нибудь ножик И его с легкостью вот так проткнуть Значит он внутри уже и готов Смотрите, что сейчас мы с ним сделаем Мы возьмем нашу термоупорную перчатку Зойдберга Не знаю, кто вообще делал дизайн этой штуки Ну ладно Оденем ее на левую руку И отрежем от картофелины Крышечку Крышечка это где-то одна треть То есть примерно где-то вот так Получается вот такой вот Парящийся ароматный картофель Повторим это несколько раз Я покажу еще раз Вот так И Вот так Крышечка отслаивается Теперь наша задача Все это дело выскрести Как же мы это сделаем? Мы возьмем какой-нибудь маленький острый ножик И сделаем вот такие вот надрезы Не доходя до самой скорлупы Скорлупа картофеля Есть такое выражение? Я уверен, что есть И когда мы все это дело вот так надрезали Более чем легко сделать вот так И просто вынуть Мякоть Не знаю, мякоть картофеля? Maybe То есть вынимаем мякоть из каждой картофелины Оставляя стенки И из крышечки тоже Мякоть эту само собой не выбрасываем Ну вот мы их помаленьку выскребли Получаются вот такие вот у нас лодочки Собственно, как и в прошлый раз Теперь мы части лодочки кладем И заталкиваем внутрь наших картошек Это позволит нам увеличить Увеличить объем вообще подаваемого блюда Как бы То есть шапка картофельная У нас будет гораздо больше Если мы верхнюю часть нашей лодочки Кладем внутрь Вышкребанной лодочки Так советует делать шеф Джон С канала FoodWishes Я ему доверяю На самом деле, по факту Сейчас мы можем фаршировать наши лодочки Практически чем угодно Хоть задницами полярной совы Но я лично рекомендую простое правило Чем более нажористо Беконно Сливочно И сырно Тем лучше Мы возьмем, само собой, шмот сыра И натрем небольшую горсть Просто понимаете Главное, чтобы все это дело Влезло таки в наши лодочки Хотя бы с большой горкой Я думаю, вот такой вот Еще чуть-чуть Вот так вот Вот такой вот горсточки сыра будет достаточно Еще мы возьмем немножечко зеленого лукана И вот так вот как-нибудь его покрошим На вот такие вот колечки Перышки Или типа того Тоже примерно столько же То есть Примерно вот такую Главное пальцы себе не отрезать Вот такую вот горсточку Теперь начинаем добавлять все в наш картофан Начнем мы с одного яичного Желтка Фигачим яичный желток Также фигачим туда наш лучок Горст лучка Сырец То есть начинаем делать просто кулинарные оргазмы Добавляем сливочек Чуть-чуть сливочек Буквально столовую ложечку Чтоб это была такая густая сливочная масса В качестве приправы я добавлю Немножко чесночного перца Буквально вот так совсем чуть-чуть Ну и Соль по вкусу Пару таких хороших Щепоточек Так Надо перемешать Но завершает все это дело Хороший шмат сливочного масла Вы думаете мы забыли про наши чудесные добавки? Нет, не забыли Можно назвать это дело топпингом Наверное Бекон и грибы Можно, наверное, было даже сделать чуть побольше Потому что они Сильно усели Ну да бог с ними Все Переминаем Перемешиваем Картошка еще горячая Поэтому все это дело Растворяется Очень быстро Желток яичный сворачивается Все это дело должно превратиться В такую тугую густую пасту Ну вот примерно вот такой консистенции Будет в самый раз Все что нам осталось сделать Это Нафаршировать Наши картофелины Этой массой Сначала кажется Что этой массы Ее типа очень много На самом деле нет Чем выше шапка У наших картофелин Тем аппетитнее Это будет выглядеть Именно поэтому Мы Вниз Прикладывали Донышко Таким образом Мы увеличиваем Визуально Размер нашего блюда Получаются Вот такие Вот аккуратненькие Ну относительно Аккуратненькие Это Со скидкой на мою Кривозадость И рукожопость Картофелинки Нальем Спонсорского маслица Для жарки В мисочку И Смажем сверху Картофелинки Чтобы пока мы Будем запекать А вы уже поняли Что мы их сейчас Будем запекать Они были румяне А как-то так С божьей помощью Как говорится Сверху можно Чуть-чуть Вот так украсить Чисто для Ну для подачи Паприка Или каенский перец Или какой-нибудь Супер мега чили перец Ну вы поняли Чисто для Для цвету Все на гриль Или на бешеную Температуру В духовочку Убираем Буквально Вот подзолотилось Значит и готово Там уже все Все равно Приготовленное Ну и спустя 20 минут У нас получается Вот такая вот Картофелинка С кусочками Тянущегося Сыра внутри Вот Я бы туда Конечно еще Чеснока фиганул Но уже может Даже будет Даже перебор Беконная Со всеми делами Блин я хочу попробовать Надо попробовать Попробуем Еще попробуем Сейчас еще чуть-чуть Погоди Не распробовал Еще маленько Еще капельку Вот теперь Распробовал Ну это даже Нифига не гарнир Чуваки Это просто Полноценное Ароматное Нежнейшее Блюдо Можете Подавать Это хоть Со стейком Хоть С чем угодно Ну это Штуку это, как зачистить то, то есть реально чуваки делают классный контент и они качественно снимают, то есть у них хороший фотоаппарат, они выставляют свет, то есть реально парятся над этим. Рецепты Bon Appetit стоящий канал, проходите, подписывайтесь если аннотация вот тут у вас не высветилась проходите по ссылке в описании ну собственно ставь лайк, если бы сожрал вот эту вот шикардосную картошечку я думаю, что тут вопросов никаких нет по поводу того, вкусная она или нет это божественная штуковина что я еще забыл сказать-то а, ну да, Bon Appetit, подписывайтесь на канал, ставьте лайки а, да-да-да, я, ну как бы, если ты считаешь себя блогером, то ты, если блогер ты должен говорить, типа обсуждайте в комментариях всякое на самом деле забейте болт, ничего не пишите, потому что наплевать, ждите следующих рецептов, они будут скорее всего уже с природы, ну и обзор тоже на подходе, всем пока